Рома-Академия. Что это? Образовательная площадка? Нет, это много больше. Это аромат жизни. Скажите, вы помните, какой он аромат жизни? Что для вас аромат жизни? Может быть, это аромат попкорна в кинотеатре? Может быть, это аромат сигареты? А может быть, запах синтетического освежителя воздуха в вашем автомобиле? Это все не то. Это не аромат жизни. Это искусственная составляющая нашей современной жизни, которую мы сами себе сделали, заменив естественное, природное. На самом деле, аромат жизни – это запах растений. Это аромат леса, луга, поля, цветов, шишек на елке. Мы, люди, забыли, что мы являемся частью природы. И мы заменили многое в своей жизни на синтетику, на искусственное. В том числе и ароматы. И не только ароматы. Посмотрите, сколько всего неестественного нас окружает сейчас. Одежда, мебель, строительные материалы, напитки, еда. Очень много искусственного. И это разрушительно. Это разрушает нас. Потому что мы – часть природы. И нам нужно вернуться к этим истокам. Нам нужно вспомнить, что мы – часть природы. И вспомнить это нам помогают природные ароматы. Это эфирные масла. Что такое эфирные масла? Это душа растения. Мы научились брать силу растений для своей силы. Очень много растений на планете, которые готовы отдать своей жизни для того, чтобы мы с вами обрели истинное здоровье и продлили свою жизнь. И сделали ее действительно природной, естественной, гармоничной, а не синтетической, не искусственной, не короткой и не больной. И вот за это я боготворю эфирные масла. Я преклоняюсь перед ними. И именно эта любовь и огромное уважение к природе и к тем людям, которые донесли до нас эту науку, науку ароматерапию. Именно поэтому я и мои ближайшие партнеры, такие же любители эфирных масел, мы создали эту аромоакадемию, которую назвали «Аромат жизни». Вот что такое «Аромат жизни». Это возможность вновь соединиться с природой и использовать все ее силы и возможности себе во благо. Преподавательский состав нашей Академии – это женщины. Возможно, позже присоединятся и мужчины, потому что мы не ставим грамок и ограничений в информационном контенте нашей Академии. Количество курсов в Академии будет увеличиваться. Количество экспертов будет тоже расти. И все эти люди будут так или иначе связаны с эфирными маслами. И они будут посвящать вас в эту науку. Науку проникновения в вас эфирных масел и проникновения в вас в эфирные масла. Мы предполагаем, что наши будущие студенты – это тоже в основном будут женщины. Ну, просто потому, что это очень близко. Эфирные масла, ароматы и женщины. Это очень близкие понятия. Если женщина за свою жизнь ни разу не открыла заветную коробочку, не достала из заветной коробочки флакон эфирного масла и не оставила после себя ни разу в жизни шлейф лаванды или розы, или нероли, или шалфея мускатного, а может быть герань, то такая женщина очень много потеряла. Не то, чтобы она потеряла свою женственность. Нет. Она потеряла аромат жизни. Когда женщина открывает флакон эфирного масла, помните, да, что это душа растения и наносит на себя этот аромат, аромат естественных, натуральных растений. Не искусственных, не синтетических, а именно живой природы. Она становится больше, чем женщина. Она становится богиней. Богиней для самой себя. Она становится женщиной, для которой открыто больше возможностей, чем для другой женщины, которая ни разу в жизни не открыла заветную коробочку и не нанесла на себя аромат эфирного масла. Мы, люди, которые причастны к эфирным маслам, мы знаем немножко больше, чем те люди, которые не посвящены в эфирные масла. Но мы не хотим, чтобы это было так. Мы хотим, чтобы как можно больше людей на этой планете, не только женщин, но и мужчин, узнали о существовании настоящих эфирных масел, о их силе и тех возможностях, которые они нам дарят. Вы знаете, когда я рассказываю об эфирных маслах в своем блоге, встречаются люди, которые относятся негативно к этой информации, называют эфирные масла химией. Есть природная химия, а есть химия искусственно созданная. Так вот, эфирные масла – это природная химия, это биохимия, это выжимка из растения и химия самой природы. И узнать законы этой биохимии – это очень сильно раскрывает ваши возможности. Итак, Арома Академия «Аромат Жизни» приглашает вас в свое пространство, в свое эфирное пространство. Зайдя на страницу презентации нашей Академии, вы увидите, насколько велико это пространство. Даже не подозревайте, как много областей, сфер вашей жизни может затронуть тема эфирных масел. Мы будем очень рады, если не только вы войдете в двери нашей Академии, но и приведете с собой своих друзей, близких, знакомых, чтобы они тоже прикоснулись к настоящему аромату жизни. Добро пожаловать! Долго думала, про что будет этот курс. Я же больше, чем астролог, и зовут меня Наталья Вселенная. Уже 5 лет, как я с астрологией, и 2 года, как с фирменными маслами. Каждый знает, кто он по знаку. Я Водолей. Ты кто? Месы? Ксюша Рак. У вас будет вот такого вида натальная карта перед вашими глазами. Но порой бывает так, что человек вроде бы… Детокс – это всем понятно. Сейчас только ленивый не говорит о детоксе. Меня зовут Ксения Дробот, и я больше, чем аромапрактик. В мир эфиров меня привела основная моя профессия – это кинезиолог. Давай разбираться. Кинезиолог одновременно работает и с телом, и с эмоциями. Наша задача – восполнять ресурсы. Вы начинаете фонтанировать направо и налево, потому что у вас на это есть ресурсы. Что происходит с организмом и вообще с человеком во время стресса? Привет! Я Оля. Я женщина, которая влюбилась в эфирные масла Дотерра. И сейчас я немного расскажу о себе. Жила в маленьком сибирском городке Тайшет. Там в 23 года я открыла 2 кафе и кормила людей вкусной и полезной пищей. Я Наталья Егорова, действующий врач-эндокринолог и специалист в области эфирных масел фирмы Дотерра. Всем привет! Я Лена Березовская, сексуальный фотограф, аромапрактик, эксперт по архетипам личности и наставник твоей проявленности. Сегодня я хочу поговорить с тобой только с одним направлением моей деятельности – это фотография. Я являюсь водолеем, но в нем столько козерожьих черт, и непонятно, откуда вот ты вот такой вот друг козерог. А когда построишь Наталью Карту, увидишь. Если далеко не ходить, то вот у меня Венера, она в козероге. А Венера в козероге – это все по классике жанра. Я такая, сама себе рассказываю, что я хочу свободных отношений, не хочу больше привязанности в своей жизни. А на самом деле нет, хочется длительных, с определенными традициями, чтобы мужчина был глава в семье, чтобы женщина была его там. Левое ребро, грубо говоря. И каждый человек, который хоть немножко задумывается о своем здоровье и о том, чтобы сделать свой образ жизни более здоровым, что-то слышал или что-то знает о таком понятии, как детокс. Через два года я закрыла оба. Тупо надоело. После этого я выучилась на фитнес-инструкторах и уже 9 лет делаю женщин красивее и счастливее. Когда я родила дочь, я была уверена, что восстановлю свое тело очень быстро, потому что я уже 4 года была фитнес-инструктором. Приглашаю вас на свой базовый курс, где я очень подробно, но простыми словами рассказала о том, как устроена наша эндокринная система. И мы говорим, о, как будто ноги ватные стали. Испугает, ты таким и останешься. И через какое-то время он выливается в болезнь. Эфирные масла в первую очередь вытаскивают и выравнивают наш энергетический фон. Знаете, я, у меня дышка, я плохо дышу. Все основные пульсовые точки и меридианы. Профессиональной фотографией я начала заниматься в 2015 году. И именно в этом году я первый раз столкнулась со своим выгоранием. Когда я пришла в фотографию, я снимала все подряд. Это были свадьбы, дни рождения, гулянки, семейные съемки, рождение детей. От этого не уйдешь и не убежишь. Натальну карту не перекроишь. И поэтому знание того, где, что и как расположено, дает нам прежде всего знание о себе. То, где и как, и как проявиться, чтобы быть максимально проявленным. А там уже, в принципе, зная себя, можно познать этот мир. Тангвинники, холерики, меланхолики и флегматики. Но почему эфирный? Думаю, что это словосочетание эфирный детокс знакомо далеко не многим. И даже я снимала, представьте, новорожденных. Это такое узкое направление. И я даже это умудрилась сделать. И неудивительно, что я пришла к выгоранию. И в этот год я поняла, что я больше не хочу вообще снимать. Заберите у меня фотоаппарат, я пойду работать в офисе. А самое главное, на моем курсе вы узнаете, как с помощью эфирных масел, которые входят в стартовый набор эфирный дом, можно улучшить состояние своей эндокринной системы, можно привести в баланс все ваши гормоны. Я знала, что я сейчас покачаю попу, побегаю, и все встанет на свои места. Но что бы я ни делала, было тщетно. И тогда я поняла, что женщина, которая только что родила, это хрупкое создание. И простой фитнес ей может просто навредить. Так родился курс Кубик Рубика Женщины. Что у вас забирает энергию и что вам дает энергию? Потому что наши эмоции запускают гормональную систему. Как работает психосоматика? Выключается желудочно-кишечный тракт. А гормональная система влияет на физику. Если ребенок у вас не ползает, это плохо. Почему? Когда ребенок одновременно двигает и право, и лево, мозг и нейронная сеть формируются только при движении. У нас же в школе парты, да? Если это перевести на язык стихий, то это воздух, земля, огонь и вода. Люди, которые, кстати, чаще всего бывают продажниками, менялами, коммерсантами, что это люди, которые достаточно долго входят в доверие. Но если они тебе доверились, то это раз и навсегда. Но на самом деле под этим понятием эфирный детокс скрывается огромное открытие, которое сделала я лично для себя. И со своим выгоранием я очень долго справлялась. Но я вернулась в фотографию, я это сделать смогла. И сейчас я четко понимаю, чем я хочу заниматься и с какими клиентами работаю. Кому подойдет мой курс? Абсолютно всем, кто хочет быть здоровым, хочет быть долго молодым, жизнерадостным. Мы возвращаем женщинам оргазмы, возвращаем плоские животы, работаем осознанно со всем телом с помощью дыхания и мышц тазового дна. Дело в том, что у нас в организме 7 диафрагм. Но мы работаем с двумя. С диафрагмой тазового дна и с брюши дыхательной диафрагмы. Им свойственна системность, дисциплина, четкость, отлаженность, результативность, целеустремленность. Они те, кто собирают вокруг себя людей. Про внутреннюю харизму настолько яркую, что нельзя ее не заметить, невозможно пройти мимо. Здесь у нас будет практику. Я покажу, как работает кинезиолог. Вот возвращаемся к плечевому поясу. Мы видим, что когда человек лежит, и есть небольшая разница. По природе задумано, чтобы они работали синхронно. Когда мы делали вдох, опускалась диафрагма брюши дыхательная и поднатягивалась диафрагма тазового дна. На выдохе все возвращалось на свои места. Когда мы соединяем детокс с эфирными маслами, мы получаем намного более крутые и мощные результаты, чем от обычного детокса. Во-первых, я работаю только индивидуально. И у меня есть три направления, в которых я снимаю. Первое – это женский портрет и сексуальность. Второе – мужчины и характер. И третье – тандентные съемки и архетипы. Скажу сейчас просто двумя словами. Понимаете, ничего нет лучше пока, чем придумала сама природа. Эфирные масла – это настоящее чудо. Это маленькие биологически активные вещества, которые помогают человеку долго быть здоровым и счастливым. Можешь составлять парфюмерную композицию, когда мы знаем, в каком знаке зодиака расположились необходимые нам планеты. Какое эфирное масло интуитивно тебе подошло больше всего. Во время беременности мы ходим, и наши органы перестают быть на своих местах. И после родов они остаются там же, не на своих местах. Сейчас у меня появились очень классные помощники. Это масла Дотера. В мир аромамасел меня привела именно фотография. Потому что я в какой-то момент поняла, что для меня просто красивая картинка – это слишком мало. Когда есть список этих эфирных масел, как их сочитать друг с другом, каким образом, чтобы это все превратилось в богоухающую композицию. Поэтому эфирные масла – это очень веская причина для того, чтобы соединить их с детоксом. Я предлагаю перед тренировкой подышать такими маслами, как мята, эвкалипт, баланс. Эти масла успокоят нервную систему, и наша тренировка пройдет более качественно. Жду вас за здоровьем, жду вас за знаниями. Всем желаю крепкого здоровья. Для меня очень важно работать глубоко и раскрывать человека на фотографии. А как это я делаю, я расскажу вам на своих уроках. Масло Капайбы перемешиваем. Двумя пальчиками промазываем все свое женское внутри и мажем, пока не закончится наша смесь. Потом мы растираем между рук и мажем низ живота. Ну а масло Нейроли даст ярких красок вашей близости. Я искренне считаю, что каждая женщина достойна счастья и любви. Не буду вас томить, приступим к действиям. И сделать целый курс на эту тему, что, собственно, я и сделала для вас, и куда я вас сегодня с удовольствием приглашаю. Ну, нашла. Вот он. Интересно, я добавлю всего по 4 капли. И в итоге ты заметишь, как начинаешь преображаться. Просто будь счастливым. Просто будь любима собой и всеми своими близкими. Если вы здесь, значит, вы выбрали свой здоровый образ жизни и живите долго и счастливо вместе с Дотерой и с нами. Обнимаю. Аромат жизни Аромат жизни Это прежде всего про нас. Люди, как ароматы. Дорогие, не очень. Настоящие. И с претензиями на натуральность. В очень дорогих, со сложным рисунком, флаконах. И вместе с тем в очень простых, уютных флакончиках. Все мы разные. Мы по-разному взаимодействуем с людьми. Но каждый из нас лично выбирает свой собственный аромат. Аромат жизни Это про помощь в выборе вашего эмоционального гардероба. Аромат жизни Это машина времени, которая может перенести вас в прошлое. В любой момент. То самое такси, то самое кафе, то самую ночь. Или, может быть, этот аромат жизни оставит вас в настоящем здесь и сейчас. Или унесет вас в неизведанное, порой пугающее будущее. Эфирные масла это транспортное средство. Это такси, которое поможет доставить вас в правильный пункт назначения. Мы здесь для того, чтобы помочь заказать правильное такси. Аромат жизни это про лес, про наш личный лес. Ведь жизнь очень похожа на него, на лес. Порой мы теряемся в нем. Мы не знаем, что нам делать, куда идти. Порой лес очень незнаком, он очень пугает. Но если ты так и не решишься в него зайти, ваша жизнь может никогда не начаться. Что такое лес, личный лес? Что такое быть лесом? Это дышать миллионами листьев, это чувствовать миллионами рук, это ощущать миллион различных душ, это про что-то очень личное, про личный маршрут. чтобы пройти это путешествие безопасно, чтобы прийти, найти свою собственную тропинку, мы создали аромат жизни. Будьте с нами, думайте как мы, повторяйте. Мы здесь для того, чтобы поделиться нашим опытом, нашими пройденными дорогами. Мы здесь для того, чтобы пройти вместе еще очень-очень много маршрутов простых, сложных, разных. Добро пожаловать в наш аромат жизни. Продолжение следует...